МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вспоминают Кунаева не только как грамотного руководителя. Люди знают Димаша Ахмедовича как добросердечного и порядочного человека. Трижды герой соцтруда, первый секретарь Компартии Казахской СР, был трогательно заботливым братом и сыном, вспоминают родные сёстры. Для нас он был близкий, самый близкий родной человек. Он всегда нам говорил, будьте честными, трудитесь для блага Родины и никогда никаких неприятностей людям не совершайте. Когда он приехал на съезд партии, я к нему в гостиницу пришла, мокрые, естественно, дожди, не привыкшие к такому климату, что в Алмате другой климат, он, увидев вот это всё, повёл меня буквально в сумму и купил мне плащ, зонтик, боты какие-то тогда носили. И вот это всё оставило у меня в душе неимоверное такое, тёплое к нему отношение. Сразу после возложения цветов собравшиеся могли посетить дом-музей и квартиру музея Кунаева. А после поминального обеда в одном из алматинских кинотеатров состоялась премьера документального фильма «Узелки памяти» о жизни Кунаева. Это полностью автобиографичный фильм, основанный на документальной хронике. Картина снималась на студии «Казакфильм» имени Шакена Айманова в течение года под госзаказу. Фильм получился очень интересным. Картина документальная, но в то же время самого Кунаева играет актёр, который повествует от своего лица. Этот год проходит в Казахстане под эгидой столетия со дня рождения Кунаева, начиная с 12 января дня рождения Димаша Ахмедовича по 22 августа, это день его смерти, повсеместно по стране проходят различные памятные мероприятия.